Всем привет! Помните, где-то год назад на всех просторах интернета, со всех страниц нас приветствовал Ждун? Такое непонятное какое-то морское существо, похожее на морского слона или что-то в этом роде. Он использовался абсолютно везде, в роликах, в рекламе, просто в мемчиках, в общем, отовсюду он на нас смотрел. И вы заметили, как резко он вдруг исчез отовсюду? Раз и все, его нигде нет. Вы скажите, ну что здесь такого? Тренды меняются, мемы меняются, срок службы мемов, он не такой уж долговечный в наше-то время. Однако причиной ухода Ждуна из топа мемов стала как раз-таки не изменчивость трендов, а активные действия правообладателей. Компания CD-Land заставила вспомнить об авторском праве всех, кто пользовался их собственностью без их разрешения. Ну и попутно заработала несколько десятков миллионов. В наше время нередки случаи, когда в рекламных роликах используются объекты авторского права. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы с вами рассмотрим, кто должен нести ответственность за нарушение авторских прав. И должен ли распространитель рекламы нести также ответственность за нарушение авторских прав при распространении рекламы. Еще в августе 2017 года компания CD-Land подала иск против компании Игромир за нарушение авторских прав. Компания Игромир отделалась компенсацией чуть меньше миллиона, а предприниматели стали хвататься за голову и пожалели, что они не предприняли никаких попыток узнать о законности, скажем так, этого создания и пользовались им так, каким захотелось. А в результате оказывается, что нарушали закон. Законный хозяин Ждуна начал предпринимать активные решительные меры. Мегафон использовал Ждуна в рекламных своих компаниях. В результате получил иск на сумму меньше где-то 10 миллионов рублей. Компания Озон активно использовала Ждуна на сайте, а также в рекламе и тоже не осталась в стороне. Спортивный клуб Спартак очень активно использовала Ждуна, выпуская игрушки. И, как говорится, добро пожаловать в суд. Уже тогда правообладатель выдвинул претензии более чем на 30 миллионов рублей. И суды соглашались с ИСЦом, однако занижали немного суммы выплаты компенсации. Правообладателя такое положение дела возмутило. Ребята собрали кодексы, законы и пообразились в суд по интеллектуальному праву. Суд, посмотрев на все, что происходит, сказал, что занижать выплаты компенсации никто не имеет права. Ну и счастливый правообладатель после такой поддержки ринулся в юридический бой. И тут даже засветилась соцсеть ВКонтакте, которая создавала целые стикеры со Ждуном. Однако в этом случае суд встал на сторону ответчика и сказал, что ВКонтакте создал пародию на Ждуна, на мэм Ждуна. Поэтому к интеллектуальной собственности здесь не имеет никакого отношения. В оригинале у Ждуна вот это совершенно другое имя девушка создала его в 2016 году для того, чтобы скрасить ожидания посетителей детской больницы. А в 2017 году кто-то из пользователей Пикабо принес в просторы интернета фотографию вот этого вот непонятного создания. И именно с этого момента начался целый бум вокруг Ждуна. Поначалу Маргарет жаловалась на то, что не сильно разбирается в законодательстве, особенно российском. И, к сожалению, по этой причине не может отстоять прав Ждуна. Но, видимо, ее кто-то все-таки просветил. На территории Российской Федерации существуют два вида авторского права. Личное, не имущественное, то есть это само авторство, которое нельзя передать, продать, подарить. И исключительное право, то есть само по себе разрешение на использование произведения, которое автор передает третьему лицу. По условиям договора между Сиди Лэнд и голландской художницей, компания была единственным правообладателем, которая также на территории Российской Федерации, которая также могла передавать права на использование данного персонажа другим компаниям за определенную плату. За незаконное использование объекта авторского права грозит компенсация в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Почему-то никто из компаний, даже крупных и серьезных, таких как Мегафон, не задумывался о том, что Ждун может быть действительно иметь какие-то права, если можно так сказать, и что права на него могут быть оформлены. Никто не мог предположить, что всего лишь навсего какой-то интернет-мем на самом деле является именно чьей-то собственностью и именно объектом авторского права. Компания Сиди Лэнд вовремя словила волну на тренде. Компания заметила, что у мема растет популярность. Далее она заметила, что образ выходит за пределы интернета, потому что образ Ждуна использовался уже на вывесках, на плакатах, на брелках, игрушках. После этого связалась именно с художницей, которая является изначально автором данного образа и попросила исключительные права на использование образа на территории России. Правообладатель, конечно же, не кричал налево и направо, что компании должны приобретать у нее возможность права на использование, но как бы он и не должен был этого делать. И под удар попали все компании, которые хоть как-то получали выгоду от использования данного образа. Естественно, люди следили в интернете, кто из предпринимателей получает выгоду. И под удар попали даже компании, которые не производили сами игрушки, а всего лишь их продавали, как, например, Почта России. Ну а далее с доказательствами использования объекта авторского права, это фото, видео, скрины и так далее, пошли в суд, где ими, естественно, возместили ущерб. Вот так гуляющий интернет, мем всего лишь навсего принес законным правообладателям, которые юридически подкованы, миллионную прибыль. Что же делать, если вы оказались на месте правообладателя, и кто-то незаконно использует вашу собственность, или наоборот, вы хотите просто повторить успех компании CD-Land? Нет, ничего проще. Вам нужно, во-первых, следить за мемами, которые набирают обороты популярность, или же, как вариант, создать свой собственный мем, но, конечно же, оставить у себя все исходники, чтобы дальше доказать, что это ваш мем, и запустить его в интернет. После этого отслеживать все компании, которые незаконно используют объект авторского права, фиксировать все на фото, видео, скрины и так далее, потому что в суде без доказательств вы просто ничего не докажете, не скажете, это будет пустой звук. Ну и, конечно же, написать претензию тому предпринимателю, который незаконно использует ваш объект права с денежной компенсацией, которую он должен выплатить, и ждать до 10 где-то рабочих дней решения, либо же вы получите сразу деньги, либо же пойдете в суд, где тоже сможете доказать свое, так сказать, отстоять свое право. Ну и, конечно, если вы не являетесь автором этих мемов, например, то, конечно, не забудьте заручиться договором именно с правообладателем, именно с человеком, который создал тот или иной мем. Как бизнесу сэкономить миллион, установив владельца права? Ведь проблемы могут возникнуть еще на этапе выявления авторства. Сам автор вовсе не обязан афишировать или регистрировать себя, как владелец продукта. Он по умолчанию является собственником продукта, который он изобрел. И вовсе не всегда регистрирует торговую марку, как это было с компанией CD-Land. Ну а как же быть, если вы решили в собственных коммерческих целях использовать образ какой-то, персонаж или же мем из интернета? Конечно же, первым действием вам нужно проверить факт наличия регистрации торговой марки на сайте Роспатента. Если же автор не зарегистрировал свои права, то в таком случае нужно искать в соцсетях, на форумах, в СМИ, везде, где только можно найти указания автора и его контактные данные. Потому что если этого не сделать, не связаться с автором, а на свой страх и риск использовать образ, произведение, персонажа, мем, все что угодно, то есть вероятность, что в один прекрасный день или же не прекрасный для вас, автор найдется сам и уже он будет говорить с вами совсем по-другому, предъявит вам иск, пригласит вас в суд, а согласитесь, это делать не очень-то хочется. К сожалению, в разуме и в менталитете постсоветских стран еще не укрепилась в сознании та мысль, что нужно соблюдать авторские права. И часто предпринимателям кажется, что именно их такая участь, такая история обязательно обойдет стороной. Рисковать, конечно же, или нет, это выбор только ваш, остается он за правом бизнеса, однако, если придется отвечать в суде, то там уже никакого выбора не будет. Поэтому, если вам было полезно и понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, если у вас были какие-то интересные истории, связанные с авторским правом, возможно, с его нарушением, возможно, вы являлись именно владельцем интеллектуальной собственности и нарушали ваши права, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, свои истории, будет очень интересно почитать. Ну, а вы не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, также вступайте в нашу Telegram-группу, там у нас очень много участников и вы можете в режиме онлайн с ними поговорить, обсудить какие-то свои проблемы и вопросы, задать свои вопросы. Также подписывайтесь на наши аудиоподкасты, читайте наш блог и присоединяйтесь к нам в Instagram-аккаунте. До новых встреч и хороших вам продаж!